Климат меняется по всему миру, меняется окружающая среда под влиянием изменений температуры и количества осадков. И одной из производственных отраслей, на которые оказывается влияние, является сельское хозяйство. В Центральной Азии все переживания сосредоточены вокруг производства пшеницы. Казахстан является девятой страной в мире по производству и седьмой по экспорту пшеницы и единственной страной-экспортером в Центральной Азии. Это делает пшеницу Казахстана особенной, не только в обеспечении продовольственной безопасности для своего народа, но и в удовлетворении потребностей всего региона. Пшеница крайне важна для всеобщей продовольственной безопасности, источник номер один по обеспечению протеином рациона питания человека. И мы уже наблюдаем влияние изменения климата. Мы уже столкнулись с сокращением урожая в наиболее важных районах. В среднем скорость повышения в Казахстане вдвое выше, чем средний мировой рост температуры, что Казахстан находится в глубине материка и равно удален от океанов и морей. Учеными в этой среде прогнозируется повышение засух, весенних паводков, наводнений, пожаров в летние периоды. Если рассматривать культуры, уязвимые перед изменением климата для продовольственной безопасности, то главной уязвимой является пшеница, поскольку она является основной культурой. Больше всего испытал Казахстан, а Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан почувствуют это как импортеры. К сожалению, нас это тоже очень сильно касается. В последнее время у нас климат тоже стал изменяться, и мы, естественно, очень рассчитываем на пшеницу из Казахстана. Правительство Казахстана работает с Юсаид и его партнерами, чтобы оценить и ответить на климатические изменения с целью повышения дохода фермеров, формирования лучшей цены и более устойчивых и надежных рынков для экспорта казахстанской пшеницы. Чтобы этого достичь, важно понимать, что такое изменение климата и как он будет влиять на сектор сейчас и в последующем. Что мы делаем? Мы определяем разницу между климатом и погодой. И здесь, по-моему, уместно выражение. Климат – это то, что мы ожидаем, погода – это то, что мы получаем. Очень важный элемент, это первый компонент нашего проекта – привнести меры по обеспечению точности прогнозов, как средних, так и долгосрочных в этой сфере. Наш проект был разработан для того, чтобы мы помогли фермерам адаптироваться к изменению климата. Если фермер получает данные, хорошие, качественные, достоверные данные, он сможет не только спланировать свою деятельность, но и сможет предугадать, какой будет урожай, что он должен дальше делать, какую работа перед ним в дальнейшем. Но, кроме того, основной фактором является улучшение производства самой пшеницы в Республике Казахстан. Потому что, если в Казахстане производство пшеницы не достигает того уровня, который они смогут обеспечить в Центральной Азии, другие в Центральной Азии будут страдать из-за этого. Поэтому мы провели международную конференцию, посвященную для обмена информацией и улучшения сети между Центральной Азии и участниками, где 185 человек участвовали в данной конференции и были презентованы много разных наилучших практик и информации последнего достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса. Мы сейчас, наш мир сузился, мы живем в одном сообществе и нам нужно понимать, знать и понимать тенденции, которые происходят в мире и как их эффектно адаптировать в Казахстане. Мы бы давали конкретное какое-то высокотехнологичное решение для аграрной индустрии, для сельхозтовропроизводителей. Мы также хотели бы услышать, что говорят фермеры о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться при решении с текущей климатической инвариантностью и как эти изменения повлияли на урожай. В течение этих дней посетили демонстрационные поля. Кроме того, сегодня были продемонстрированы влияние микроэлементов, влияние гербицидов на качество и на уровень урожайской сельскохозяйственной культуры. Проектом для каждой зоны были подобраны подходы, которые обеспечивают устойчивость к производству зерна в условиях изменения климата. Взять последние три года, то для товаропроизводителей 2010, 2011, 2012 они не совсем благоприятные. Это 2010 год засушливый год, когда многие не получили урожая, соответственно, на выживание. 2011 год это был рекордный урожай, но цена упала, соответственно, со сложностями, с доходами столкнулись. И прошлый год, 2012, также неблагоприятный год, где, значит, действительно климат меняется, каждый год сложный по-своему, но в последнее время, значит, идет именно засушливый цикл. На наш взгляд, было интересно и для фермеров, и для нас вопрос диверсификации зернового производства, то есть замена, переход от монокультуру к плодосменным посевам. Второй подход, который считаем, что будет обеспечивать стабильное производство зерна в любых погодных условиях, это нулевая обработка почвы и посев яровой пшеницы по минимальной обработке. Третий фактор, который мы считаем, мы должны дальше развивать, это внедрение сосудистойчивых, приспособленных, адаптированных к местным условиям новых сортов сельскохозяйственной культуры. И пшеницы, и маслячную культуру, и кормовую культуру. Центральная Азия – это регион, где очень трудно вести региональный диалог по многим вопросам. Продовольственная безопасность – это еще одна причина, чтобы начать разговор. Я бы хотел, чтобы обсуждение началось с того факта, что климатические изменения повлияют не на отдельные сообщества, а на весь регион. По-моему, пришли. Веси не рождается. Нулевая технология нужна. Диверсификация. Диверсификация нужна. Вчера, культуры, кладовственные все вороты нужны. Так и нет. Никто не отказывает. Нам нужно подумать о том, как адаптироваться сейчас, а не говорить об этом в 20, 30, 40 или 50-летней перспективе. Четкая, прозрачная, неискаженная торговля является одним из способов, при помощи которого можно создать основу для продовольственной безопасности. Пшеничный сектор Казахстана находится в процессе модернизации, но также сталкивается с частыми засухами и аномальной жарой. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность и процветание для фермеров, учитывая эти трудности, проект поддерживает несколько стратегий по адаптации. Мы поддерживаем фермеров. Во-первых, в том, чтобы они засеивали экспериментальные поля. Во-вторых, пытались применять альтернативные практики, такие как неглубокая вспашка и нулевая обработка почвы. В-третьих, исследовать альтернативы по ротации культур и переходу от пшеничной монокультуры к разнообразным культурам, высеивая на полях масленичные культуры и другие злаковые. Проект способствует передаче технологий по анализу погоды и данных дистанционного зондирования, чтобы улучшить прогнозирование климата и урожайности, и автоматически определять индекс интенсивности засухи Казахстана. Чтобы понять, как лучше адаптироваться к изменению климата, будет очень важным продолжить эти эксперименты и внедрить лучшие результаты в планы управления фермерских хозяйств. Мы надеемся, что наша помощь внесет свой вклад в пшеничный сектор Казахстана и продовольственную безопасность в Центральной Азии сейчас и для будущих поколений. Казахстан 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 Продолжение следует...